Продолжение следует... 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 Ну, главное, что, да, вот, ну, как ты видишь, здесь есть некоторое нарушение, да, как вот баланс, то есть это была избыточная безответственность, кому-то, да, сейчас оказался избыточный, на себе ответственность, наоборот, да, а вот баланс, 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 как раз уж, да, собственно говоря, важно искать возможность, баланс все-таки как-то подыскать его, по крайней мере, ну, тут не отдавать кому-то, ну, как, но это, конечно, в заспехах сверкающих, что мы делаем, конечно. Вот, а искать, что ты можешь делать в этой ситуации, да, не просто нести грусты, напрягаться, да, что-то такое делать для себя, ну, вот это, ну, так, чуточку отдавать или расслабляться, да, потому что, ну, действительно, вот, заметили, наверное, в других парах это было, что одновременно наступает, либо наступает одновременно, либо наступает, да, и что, возможно, только одновременно. Поэтому твоя часть, да, того, что только с два наступает, все-таки не позволяет себе расслабляться. Ну, все, и пока я сейчас очень больше не могу. Вот я как-то пробивал своего партнера все, насколько он меня может выдержать, так вот дозировал свою, ну, у нас, как мне показалось, была гармония, ну, как для меня, мне точно было удобно. Ну, вот я, ну, когда мы вдвоем были, я все-таки, ну, учитывал, насколько меня могут выдержать. Слабый. Ну, я как-то, да, дозировал, то есть, насколько я могу быть удобно, хотя я полностью развалился потом, полностью пошел на полный друг. Вот помните, да, я вам про кем-то рассказала, не надо, чтобы я это каждый раз делала, да, то, что может быть для себя. И теперь попробуй сказать, я дозирую себя, и это моя жизнь. И что тогда, да, потому что понятно, что много привычных способов обходиться быть ненормальным, неудобным. Если так вот тебе сказать, ну, как ты увеличиваешь, знаете, как увеличительное стекло направить, да, на тот фенометр, о котором ты говоришь, да, и эти моменты, и тогда что-то. Ну, просто посмотри, да, тебе не от этого мне отвечать, говорите, если ты хочешь, ты можешь продолжать на диалог, и вот смотри, ну, как вы под этим фокусом. Стараюсь быть удобным, скорее, я вам. Какие чувства у тебя возникают, когда ты поговоришь, ты стараюсь быть удобным, или как я? Ну, мне неприятно, когда я стараюсь быть для кого-то удобным. Да, это моя жизнь, да, ну, приятно. А как бы ты хотел жить? Ну, однозначно я не хотел бы быть неудобным. Это для кого-нибудь, да, в вас вообще? Как вообще, да, ну, вот смотри, да. Опять же, гармонию хотел бы, чтобы была гармония. Сказать, мне нужно передать, да, доверить в такой теме. Ну, наверное. Ну, Каин, если ты показываешь, вот ответ, он опять же в теле, да, то есть, собственно говоря, что такое неудобное, это лисы, да, которые то больше, то меньше, да, это не означает, что вообще передать себе доверие, да, а вот как-то быть в этом, ну, то больше, то меньше, да, по-разному. Ну, как ты это будешь делать? Я не знаю. Да, это никто не знает. Даже я не знаю. Ты тоже такая не покажешь. А если бы ты знал, то как бы ты их знал? Ты хочешь об этом поговорить? Нет, это вопрос. Платите деньги зачем? У меня ужасно будет дискомфортно подстроиться. Двоем было хорошо, и я попробовала разные варианты, там, где-то, когда, например, в его сердце, он расслабляется, и все, что-то чудно. А когда пришел 30 человек, и потом еще там слились еще со мной тройкой, я, причем, честно пыталась всячески там уже пристраиваться, мне все равно уже слабо и поясниться, и меня это все чудно прижало, я думаю. Ну, а в каких ты находишься в структурах, там, ну, парные отношения? Да, ну, я и подумала, да, что, то есть, в планах, наши дружки, там, в бензинах, я дома, ну, сейчас как-то, ну, какого-то не было. Вот, я говорю, больше двух моей кухни, просто папа, да. Я нас пожалела, я еще не стала все группами делать. Но, на самом деле, очень интересный эксперимент, он, если у нас, может быть, впереди. Вот, ну, знаете. Вот, я думаю, что, вот, 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 вот. Я думаю, что, вот, 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 вот. Но, тем не менее, да, понятно, потому что существует триада, это определенное совершенно всегда, мужчина, женщина, ребенок. Выявляется ребенок, он точно нарушает то неустойчивое динамическое равновесие, которое возникло в паре. И приходится паре находить много равновесия, да, И часто то, если только интимные взаимодействия, то есть парные, возможно, то тогда это за счет объединения, но изоляции третьего. И изолировано, ну, часто оказывается или ребенок, ну, это такой вариант, да, грустный, или мужчина оказывается в такой грустной варианте. Ну, женщина реже, оказывается, изолирована, потому что женщина так с ребенком, в общем, блокируется очень хорошо. Мама с ребенком против всех. Ну, я это так тоже включать не знаю, почему-то. Ну, на самом деле, да, потому что точно это такое сильное взаимодействие в паре, да, но тогда в это взаимодействие сложно попасть кому-то еще. Да, и тогда эта ситуация оказывается, опять же, не равновесие, а скорее статистическое, застывшее равновесие, в которое, правда, невозможно, ну, впускать кого-то, опускать кого-то, да, то есть очень сильная цепленность, очень много нагрузки, очень много ответственности. Да, и поэтому это тоже как-то важно, да. Ну, понятное дело, есть и другие отношения, там, ну, условно говоря, муж или мужчина, да, его семья, ну, это минимум еще два человека живых, или, ну, по-разному бывает, да. Да, но все равно два человека по-любому, да, мама, папа, часто братья и сестры, да, то есть это может и больше оказаться. Это тоже равновесие, тоже группа, в которой приходится, оказывается, тоже искать равновесие, да, и, в общем, каким-то образом люди тоже равновесие. Ну, не говоря ли о семья вообще, семя что-то, только семья. Ну, вот, да, почему и семь непонятно. если нет тогда третий очень нежеланной установить интерес еще здесь тогда третий практически всегда ну хорошо, третий просто сильно как-то шевелился очень активно знаешь, они всегда выходят а если третий приходит и тот, который в паре, приходит туда я про это говорю, что в триале возникают отношения пары это тоже динамическое равновесие то есть там предыдущая пара разбилась, образовалась новая я убила, ну да, так же нет нет, нет, нет я поняла, что Милу говорит потому что правда уходит пришел кто-то третий, а второй ушел например, ребенок пришел, а муж ушел нет, у вас это нормально или наоборот, приходит кто-то третий они сблокируются там ты привела кого-то, например они там сблокируются, ты выгодят молотого, она не почувствовала, что она была в изоляции вы уже с Анной как-то впадли я говорю сейчас, да, я говорю сейчас, какие границы, какую вашу руководство ну, значит, вот мы полистали вот я полностью расслабилась ну вот какой-то, вот я сейчас поняла, что в какой-то момент я боялась, что она меня уронит потом пришла Мила и я пыталась она так как-то аккуратненько встала я пыталась их растормошить они слились в свои изоляции разлетал я себе сама я про себя сказала, про изоляцию я себе сама, когда они слились в едином в семейном контексте или в контексте отношений вы понимаете, как изоляции то есть вроде в сроки, а реально ни с тем не прибыли а нам была невыносима вот эта вот активность и как-то хотелось покоя это все время мне было удивительно, что у нас смены были и что мне так показалось, что мы очень хорошо чувствовали и вот движение между другом и у нас как-то все получалось там вылипки немножко при притирании вначале и все хорошо когда пришел третий, было не очень удобно и тем более поменялось если закрытые массажи как-то меняется был какой-то момент неудобства но потом мы нашли точку и стали вот очень так просто копаны просто стояли очень-очень твердо стояли и потом было такое-то шею я даже не поняла что с нами взглянился четвертый и вы какие-то стабильные да потому что я все время думала и сказала, какие ощущения чтобы твоя жизнь тебе напоминала вот это вот и у меня не было сейчас я сижу и думаю, что у меня совершенно не было страшно у меня было опасение, что меня уронят то есть я как-то полностью и не доверилась и по ощущениям мне это могло напоминать только о полном мужчине больше не или она говорит, это коллектив нет, не только стабильное коллективу я не доверюсь так там обязательно что-то что-то сочкает сожгает вы не сказала, что ей было комфортнее когда было четыре человека когда они были с вами нет, нет, я не с ней это не поняла мне и с ней было комфортно с мужем и в группе было тоже комфортно что я сама это не делась ну вот это хороший опыт для тебя был, да? приятный, хороший опыт такой поиска и находения стабильности в принципе, чем стабильнее отношения вернее, чем они подвижнее и свободнее стабильнее не в смысле а возможности находиться в контакте и в пульсе и получать удовольствие тем меньше разрушает когда идут я допущенные подруги допущенные и ребенок не разрушает а право скорее движущим, чем разъединяющим ну и четвертый тогда тоже как-то не вовред я в суде в то же время увидела что она тоже украшает есть теми, которые, например, с трудом одного ребенка тянут не финансово, а морально а есть теми, в которых и взяты не мешают ребенок было бы невозможно ну кто знает если так хорошо и четвертый я говорю, опять же, ребенок ну так не так, да? хороший такой травморейший два два прыжки опять же, про любовников тогда ну любовник возникает когда скорее, когда паре дискомфорт и тогда вот семейной терапии приглашенной третьей, когда любовник является не тем персонажем, которому направлено все чувства а тем, кто позволяет разребить вот то напряжение которое важен тот парень и тогда вот эти триады, которые называются там один из церна, там любовник-любовница они являются тем, что позволяет удерживать более-менее стабильные отношения или возобновить эти отношения или обострить, или наоборот вызвать некоторый взрыв который приводит, наконец, к проявлению конфликта и разрешению его ну то или в другую сторону, да? разрешение конфликта может быть как разбуд, так и наконец прояснения зачет каких-то недопониманий признания привязанности ну здесь очень как и все парально ну вы знаете что Левак укрепляет хороший флирт укрепляет брак, а не Левак флирт Если бы Лена меня сразу как-то некорректно вела себя, то у меня в этом с вами не получилось, она мне как-то пришла, мне понравилось, что ты сделал для того, что ваша ситуация так сложилась. Ну, очень легко переложить как ответственность и признание позитива другого человека, даже и обвинение, и не заметить свой вклад. И наша задача – это осознавать свой вклад и как-то с этим обращаться. Я старалась как-то, чтобы она тоже максимально почувствовала себя хорошо, но при этом я еще и думала о том, что я за собой знаю, что я часто о себе не заботюсь, и беру больше ответственности на себя. Поэтому я думала, что я пыталась и о себе позаботиться, и у вас это все получилось. Ну да, и собственно говоря, это та основная смысловая часть этого опыта, что очень важно позаботиться о себе, любить себя, признавать свои достижения и благодарить себя в этом смысле тоже. Потому что здесь важно не поменять, не стать эгоистичным, да, как себе любила, только свою часть замечать, а восстановить баланс, потому что, правда, наверное, все детства приучают преуменьшать свои достижения и учиться на опыте других, то есть преувеличивать достижения опыта других. Ну, большинство у нас, по крайней мере, да, поэтому очень важно восстановить вот эту способность себя замечать, да, потому что она важна в контактах. Как вы заметили, кому было удобно прикосновение и стыкание вот эти пять видов контакта, да, для тех этот контакт действительно был балансирующим, для ваших партнеров наземляющим, приятным, распределяющим энергию. А те, кто были напряжены и для себя не смогли сделать эту работу, позаботиться о себе, да, и партнерчик, клиент, да, тоже был, оказывается, фрустрированным, в чем-то там виноватым или чего-то недополучившим, да, или что-то еще. Поэтому эта часть очень важна для восстановления баланса, да, заботиться о себе, замечать свое тело, да, придавать значение ощущениям, мелким сигналам, импульсам, импульсами, да, вот отдельная какая-то работа, исследование. Вот, тогда действительно оказывается, что два клада есть в столах, да, и тоже можно прийти, да, а не только вклад в того, что ты еще ищешь. Ну, знаю, у нас как-то было очень хорошо вдвоем, очень, при этом вот тот момент, когда вот надо было посетовать себя в себе, донести свой такой самый, ну, красота, баланс. И потом вот был вот этот вот момент, вот такой интимности, когда мы прикоснулись спинами, начали интимствовать себя, как-то много ноги. И вот приходит третья, например, для меня почему-то, третья половина, и она как-то очень нежно, я даже не чувствовала, особенно ее везда, я от этого очень сильно беспокоилась. Мне как-то хотелось, чтобы она чего-то как-то там делала, да, и вот с этого беспокойства реально разрушилась все равновесие у нас. То есть мне стало очень неудобно, мне как-то всегда отдали спина, и почему-то другие парни. Ну да, потому что если переносить сюда вот это метафору виду прикосновений, контакт с землями не было, 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 не было. И вот как-то очень удобно устроилась, я так почувствовала, что вот на наскоричке можно больше отниматься, а вот на Наташке меньше. То есть я как-то так это умастилась, вроде с ними, и наоборот, утерла. Она же беспокоилась, да, как вы помните, что единственный способ успокоить, как бы, это элемент, то есть отдавать вес той части тела, и целому телу, если мы с телом соприкасаемся. Все остальные способы соприкосновения, это возможность активизировать. Ну, кажется, вот интересно, вроде, да, вроде совсем как-то держишь, оказывается, что другой начинает беспокоиться и активизировать. Да что такое, что случилось, да, что с удовольствием, да, что с удовольствием, да. Да, измеримый. То, Наташа, мой контакт был у нас и нижней частью, а когда пришел ребенок, она резко только первым отвлечься. И вот этим веществом мы отъехали, но если это интимное что-то, что с остальными ребенка, то уже вот это не стяло. Ну, как-то это правильно. Хотя все было закрыто в глазах. Ну, это, как бы, понятно, что в этот контакт каждый пришел с некоторым своим опытом, со своими паттернами, способами, да. Было бы вообще интереснее. Чему казалось, что так приятно, что, наверное, да? Потому что на самом деле, вот если кто-то, кому было неприятно, по-моему, если прикасаться, Не было. Не было приятно? Было. Не было неприятно. То есть нет таких, кому было неприятно? Можно, но. atomism. Было приятно всем, наверное, да? Это очень приятно. Абсолютно неприлично. и абсолютно неприятность. Это как страшный пример. Очень страшный пример. Но нельзя, да? Оттуда, когда, не дай бог, третий курьер. А ты не знаешь. Дети тоже никогда не знают. Они приходят себе укроп в спальню родители. Там размещаются в серединку, вторгаются. Как хорошо. Да, это еще с ним надо. Да, это уже сейчас. Какие-то рвашки. Конечно, ну, не знаю, есть. Оттель, вот я живу, Верка. Очень хорош. Он для этого специально создан. Приходили в этот, который пусть побольше вдвоем. Потому что третий там, после фамилии, придя, и не будет меня. Ну, на самом деле, да? Можно решать, разрешать конфликт за счет негодования, дискомфота, раздражения на ребенке, которые не здесь будут пропадать. А можно заботиться о том, чтобы, ну, не знаю, друзей сидеть там, чтобы няню находить. И отъезжать на какое-то время, где можно ходить не одевая, где можно вообще не заботиться о том, что кто-то появится. Да, и все-таки насыщать эту потребность. Да? И просто делать что-то для того, чтобы, если потребность наружу... Да, не делаю, вроде. Вроде бы делаю. Значит, нужно больше кусок подряд, да, чтобы насытить, да, то, что это город. Вот опять же, проеборчатый контакт и полный контакт. Если у рыбками что-то делать, удовлетворение не наступает, не насыщается по третий, да? Ее нужно насытить, и тогда можно отпустить. На какое-то время, пока опять не вернется. Поэтому вот эти метафоры, они работают во всем. Вы можете их применять, ну, как-то вот сквозь привык, это метафоры смотреть на разные процессы, да, они практически работают. Я не хочу спросить, вы говорите больше о тех, к кому пару приходили, я вышла там, а кто приходил, да? Да, я, знаешь, как удивилась на тебя, вообще не передаясь к вам. И как-то удивление такое, ну ты из каких соображений у меня это парень привел? Ты случайный. Не верю. А кому ты пришла? Да. Я вышла к Лёше и к Юне. А длилась на что? За потерю? Или за то, что не нашла нового уреговорения? Да, то есть я была, знаешь, что как, тем дождем, который прорисывает тебя, да? Да, да. Поэтому посмотри, что именно вызывало в твоем слове? Ну, как-то столкнула с ситуацией, с какими-то переживаниями, от которых все хочу как-то уйти. Попробуй сейчас пока про эту ситуацию. Что тебе здесь было дискомфортно? То, что ты потеряла? Нет. То, что ты не нашла, не нашла свое место в новом? Да, я нашла место. И мне было очень неловко. Ага. Вот давай про тебя. Да, мне кажется. То есть и что в твоей неловкости ты делала? То есть каким образом она проявлялась? Как ты вложилась? Чем ты вложилась в эту ситуацию? Вот неловкость, переживания и что-то делала? Да. Ты вложилась? И что как твои тела, если кого я перестраивалась? Я стала искать местность, потому что я больше думала, чем я искала и чувствовала. Как-то вот правильно было. Я как-то очень чувствовала Юлю. Ну, парень. Я к ним мешала. Я к ним не мешала. И... Мне было столько на консорку. Кто тебе мешал? Я. Ну, Юля. Фак, ты попала? Юля. Я, я. А зачем мешала? А она мне тоже мешала. А мне только было мешать. Я вот как раз втроем все попы не так и не могла пристроить. Я хотела. Я понимаю сейчас, что у меня было желание ну, как-то... И силы точно были. И Юльку выпихнули. Ну, вроде как неудобно. Вроде как. Если там хорошо жили вдвоем, то я пришла. Ну, не прошло. Хорошо. Я про то, что... А откуда делось это неудобство? Вот скажи. Попробуй посмотреть. Потому что... Ну, я сразу сейчас как немножко пытаюсь смотреть через призму детско-родительских отношений. Ребенок, который чувствует себя неудобно тем другом, к которому он пришел. И, по сути дела, правда, ребенок приходит в парк, в который какая-то возникла уже равновесие, стабильность отношений. Если ему каким-то образом дают понять, что он неудобен, там возникает некоторая определенная структура такого ребенка, который, ну, как бы теряет свою активность, агрессивность, радость от собственной агрессивности и собственной жизненности, собственной активности. Поэтому я как-то так вот в проект смотрю, да? Для тебя вот это о чем? То, что ты с одной стороны лелась, а с другой стороны не пыталась. А если пыталась, то фантазия это разрушит, то есть выстрелит, да? А не найти какое-то равновесие, да? поискать, поиграть, поисследовать, например, а что тут можно в этой ситуации делать? Вот сейчас я одну книжку вспомню. Курт Левин, она, по-моему, называется «Подвое ухоство». И как бы называется «Динамическая добылая»? Я толпы такой беремый ток. У Саши, наверное, конечно, он умные книжки очень любит. И Дима, наверное, их присылает. Вот, по-моему, так и называется. Или «Динамическая» книги штат психологии. Она как тут а? Дизитальная, да? Потрясающе описаны совершенно эпизоды, вот спасибо, я помню, это она как раз, эпизоды поведения детей двух типов. Там как бы речь идет о, ну, скажем, для меня, как я, я свой призм травматизации читала. Ну, детей часто наказывают, запирают все в комнатах. Вот в хрущевках, в воде, ангелька, не знаю, в кладок. Вот она. Вот она, да? То есть это тоже кладок. Детей запирают. Ну, и, соответственно, часть детей, как-то, как-то, очень напуганные, фрустрированные. Вот пока их не выпустят, то есть это шок и скок усилений. Такое. А часть детей прекрасно начинает играть. Там, в пират, в замуж, в пират, во что угодно. То есть функция наказания исчезает. То есть ребенок в своем поведении, да? То есть родители с попыткой наказать, уходим дети и правда наказывают. А вторые, вот наоборот, абсолютно довольные, так как вот, Можно поиграть. И тогда у родителей исчезает вот это средство влиять, Потому что ребенка есть способ справляться с помощью игры и использования той ситуации, которой он оказался. То есть ее можно использовать как для переживания грусти, печали и пок chili? Осте отчаяния. И так далее. А можно использовать для эксперимента и для творческого победы, для творческого освоения ситуации. Значит, это что-то, что мешает своему творчеству. Для экспериментирования. Потому что вообще дети все рождают экспериментаторы. Все экспериментов. Что как будет, А если так, то это вообще чего? Понятно, что потихонечку эта способность у некоторых детей, ну, у некоторых успешно алтизируют, то есть типа оставляют сами, они там что-то строят, достраивают, там как-то результат, что-то из них получается. А на некоторых вот эта вот, как бы, ситуация оставления, да, ситуация оставления без поддержки привычной, да, какой-то уже, ну, как бы, ранее получаемый, оказывается, каким-то излучно-крустливающим. Если ты же кто-то, может быть, про себя знаешь, ну, что ты делаешь, мне грустно так стало тебе. Потому что, да, ну, и досадно, я сожалею, что у меня даже в голову не пришло, что можно вообще это все не думать так, а попробовать поискать какое-то место, ну, поискать, ну, как-то удовольствие, потому что, какое же может быть мое удовольствие, при том, что я, как бы, ну, влезла. Ну, как-то. То есть ты сразу, как бы, знаешь, что это за ситуация, что ты из нежеланности, ты ищешь ее. Да. Ну, конечно, это связано. Я знаю, что я нежеланная, там, я очень рада родилась. Чем? Ну, типа, обоих, кто? Ну, маленькие родители, они там, через 20 лет, там, было. У меня там не было. Я откуда узнала, что нежеланность для нас, но, конечно, тоже я могла узнать несколько лет, то есть просто говорили, что нежеланность для нас. Да. Очень. Молодые, молодые. Все, молодые, как учились, по-моему, еще что-то. Ну, вот это одна часть, да? Угу. Ты. Ну, вот ты и есть на этом все, и все есть, и это. Да? Ты об этом часто помнишь? Про что? Про то, что ты и есть. Вот, зарядка, глупости и полупости, они вылезли в эту ситуацию, потому что как-то оставили ребенка. Угу. В общем-то, и не благодаря тебе, да? И глупости и молодости. Вот такой у нас парадоксальный ход, да? Обнаружи, что это молодость и глупость, в общем, сделано их восстание в моей жизни. Ну, как ты говоришь по поводу, что я есть. И, ну, если вспомнить, что я говорила вначале, но первый день о том, что я не очень, ну, там, чувствую себя, знаю себя, да, не умею. Ну, как-то я не чувствую себя. Я с этим и заявляла. Ну, про то, что я часто ничего не чувствую. Я понимаю, я вот так вижу, да, потому что сейчас уже точно не будет времени работать. Я хочу тебе сказать одну вещь. Это очень важно, да? Потому что родители наполняют, то есть ты умеешь позволять наполнять себя чем-то, да? То, что ты, ну, как бы насытилась, и у тебя нервно уже потребность по фенаде, да? Работать, были упражнения, которые тебя тоже насытыли. Когда что-то приходит из меня, ты насыщаешься и на некоторое время забываешься. Ты не умеешь наполнять сама себя. И все время как-то испытываешь потребность получить что-то из меня. Это очень важное слово, как у той-то детей, да, иметь возможность заполнять себя. Да, то есть давать предоточивость, это могут быть раз, когда ты не дать им. Ну, не только еды, да, еды, еды. Потому что еды, это мы все умеем, да? Да, это очень хорошо, да, нормально, приятно, вкусно, дичь. Вот, на чем-то другим эмоциями, да? Да, чувственные возможности, мы исследуемые. Ну, как-то я опять возвращаюсь к этой ситуации, что когда я пришла, ну, как-то, наверное, ты ее, ну, поддерживаешь, аж-то. Что ж, нужно, чтобы попробовать. Ну, чтобы попробовать. Я так поняла, что Юля тебе дала себе, а вы тут не? Не, не так поняла. Нужно было попробовать. Ну, можно, я сам могу, наверное, что ты это могла попробовать. Выдохните, конечно. У тебя, как похоже, с ней приходится. Ты каких-то экспериментов, по-моему, очень безобидно с ней представляешь. Да, как-то так, там, поездок, ну, че, ну, ну, ты так, полсили как-то, да? Ну, я не знаю, люди, я так тебе, видимо, доверяют, да? Но мне кажется, что ты не пойму его всегда. Да. Это было бы хорошо, чтобы у тебя все отвечает. Ну, ты тоже не рихнула своих... Потому что иногда фантазии бывают очень, ну, так вот, продуктивными, да? Ну, тогда, ну, тем, с моей бабой чуть-чуть поумелись, да, в своих силах все-то попробовать. Пробуду тебе пришлось. Но было бы интересное эксперимент. Ну, не знаю. Только сейчас тут попробуй сделать. Чтобы ты почувствовала, что ты не только одна в этом мире что-то делаешь. Пытайся. Вид, кто-то тоже как-то может... А спрос выки выпили? Да. Да. Ну, смотри, ну, смотри, ну, такая возможность, она всегда остается попробовать что-то, да? По крайней мере, если знаешь, что ты хочешь. Ну, получить вот какой-то реальный обратный свет, а не фантазический. Ну, хорошо, так немножко рискованно было, да, в конце, ну, я вот не знаю, как ты отдавьте. Ну, вот, по крайней мере, было бы нормально. Ну, сейчас ничего не было. Да, да. Ну, можно, я поучаствую. Ну, а такая возможность, как для тебя, то, что сейчас, ну, как бы, действий не будет, ну, если возможность, а как есть и обнаружить, то возможно? Как возможность, по-моему, что ты можешь и найти, и уже работа на то, и возможности. Вот она сидит, и она не вставит, не надо ей не вставить, она не вставила. Ну, очень хочется, и очень страшно. Ну, не важно, ты сказала то, что хотела быть, ну, как ты сейчас. Ну, страшно, потому что страх осуждения за само желание, за это, ну, какого-то, там, возмущения. Ну, что тебе сейчас вообще не дают? Или может, как ты сейчас? Сейчас? Юля тебя осуждают. Ну, Юля может и судить. А может, и осуждать. Все, конечно, в принципе, все могут. Ну, может, осуждать как-нибудь. Я же не закрепила. Если не прошу, ну, ты об этом говоришь. Вот, если ты смотришь, ты видишь, видишь какие-то знаки осуждения. Ты можешь просить осуждать. Это что же эксперимент, да? Ты говоришь, может осудить, может. Все может. Ну, ты можешь сделать. Это ты можешь сделать. Это не очень агрессивно, надо спросить осуждать меня за желание. Так, ты могу спросить. Попробуй. Хорошо. Ты мне осуждаешь за желание? Сказать круглое. Сказать круглое. Да, с ним сказать, что вы хотите сделать. Несколько вариантов крутится. Я не могу приложить. Но получается, там, быть вместо тебя. Ну, какие-то соседы уже в ком, диповый. Там, быть выгляншей за желание помириться с силами. Это вот какие-то такие вещи. Их несколько приходит. Я не могу выбрать. Один. Ты мне не поможет. Ну, можно за несколько. Ну, ты можешь, знаешь, тебе как есть. И свои желания. Я бы так вот подсказала. Ты можешь тебе подсказывать. Держи. Ага. Хотела ли ты быть рядом с Лешей? Хотела ли ты тебе выпихнуть? Какое же третье было? Оборваться. Ну, потягаться. Хотела бы тебе потягаться. И ответить. Я точно не осуждаю за первое место, я за третье. По поводу желания потягаться, как у меня всегда и азар, по этому поводу. И, ну, интерес. Мне так все с удовольствием обычно. Коккурирую, покажу, тягаюсь. По поводу того, что ты хотела быть вместо меня, ты, да, вот около Леши, чтобы меня не было? Нет, Олега, вы сказали, что мне есть, я хотела быть около Леши. Может, не знала, что это Леша? Ну, ты не можешь. Ну, ты и хотела. Ну, точно есть, в любом случае, там, раздражение, может быть, какая-то ревность, потому что, пусть мне там было удобно и комфортно, укладываешь. Но осуждение точно нет. Смертой, как и в Леши, да. Для места укладываешь. Ну, ты знаешь, да. А третье? Час бы он киньбер был? Час бы меня не было вообще? Нет, 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 нет. Вытолкнуть не так, что у тебя не было. Ну, это больше не потолкнуло, вообще, да? Ну, не так, что это не было. Хотя это тоже может быть. У меня не будешь, что ты какие-то... Ты как-то назвала, ты и видел. Совсем, ты как-то назвала, офигады. Ну, я такой, что ты не любит, так, и совсем. Вообще-то, естественно. Ну, да, пожалуйста, спокойно, как мы отношились. Ну, точно, упиралась бы, верно, разбилась бы. Ну, в общем, ты не про осуждение. А про... А тебе с коллегами? Да, точно. Да. Ну, как-то веришь. Да, веришь. Ну, не веришь. И мы встали с тобой на руку. Ага, и тело так-то немножко верит, похоже, да? Так, спешает. Ну, что перед этим была... Да, да, да. Нима, какой бы замечательный, да? Да, замечательный, как спешаешь. Не сразу, да? Но какой-то человек, который вернулся. Ну, что-то остается. Угу. Просто верили, наверное, оживали. Угу. Ну, не хватит. Хорошо? Спасибо. Ну, потому что сама как-то это опускать. Схоречка. Идем. Хорошо. Ну, что у нас? Десять минут и плюс восемь, плюс 15. Выживите. А? Выживите. Угу. 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 Ну, вот, понятное дело, что походники, как люди, очень, да, успешные. Использующие интуитивные всякие интересные практики. Кто-то походники. Люди, которые ходят походникам. Это же поход-покойникам. Вы будете работать с парень. Угу. Еще 10 минут. Ладно, давайте мне. Пожешь походить? Да? Состояние? Ну, не будет? Мне опять неловко, что ли? Состояние. Не, не будет. Да, хорошо. Наверное. Значит, задача. Ну, никто не знает. Сейчас мы два вида сделаем отдыха. Положить голову, спадать, да, нормально, да? Положить голову друг к другу на плечо. Ой, это классно, мне нравится. Не подползать. Ну, не подняться. Ага. Да? То есть, еще раз, да, для того, чтобы я вспомнила. Хорошо опираться, нужно очень хорошо отталкивать. Да, чем сильнее отталкивать, тем легче оттенит. А потом подняться. Чтобы подняться, нужно на меня очень, вот, очень сильно. Вот, да, удалось. Вроде бы отталкивать, просто, я так вот. А это не так вот. Ну, второе, если скажем. Может, пока мы... Что? Ах. Томись мячик. Ну, мы глядем, если у меня большие сомнения. Томисьик. Да, сесть, отбирай друг друга и подняться. Отбирай друг друга. Садимся. 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 Ира, пересаживай. И на пол. Ну, не обязательно. И поднимай. Только, если можно подняться, только опирайся очень хорошо спины друг на друга. Так, 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 так.